приветствую всех на канале мотковод с вами я юбак игорь моя любимая жена машенька машенька привет привет мама с нами работает и смотрите ребята что хотел показать мы делаем ревизию нуклеусах теперь как раз уже есть такие расплод нуклеусах который выходит как раз ну вот видишь крепчится ну выходит лубы лупится что я делаю в таких случаях вот это отделение я теперь стряс тут пчелу вот в этом отделении вот я эту стресс пчелы там сидят на рамочке тут пчелы и что я делаю я забираю этот расплод а есть отделение где мало меньше пчелы и мы туда его подложим эту рамочку чтобы поделить пчелу но идем вот я у меня отмечено где я должен вложить расплод вот в этом отделении вот видим вот вот тут так вот маточка ходит это еще не плодная маточка кстати она они все нормально забираем одну из рамочек вот так стряхаючи и ложим это на место эти пчелки сегодня выйдут все и тут будет порядок вам иди туда ложи а ту рамочку ложим ложим туда на место видите иногда попадается так что что рамочка не заходит по какой-то причине а я потом беру эту так шлифую потому что что-то сбилось когда торцевалась вот теперь хорошо заходит все оставлю это и такими манипуляциям и выравниваю нуклеуса после первого выхода пчелок это довольно хороший такой эксперимент постоянно там все получается и довольно так хорошо можно выравнивать потому что когда выйдет весь расплод в тому нуклеусы там бы ну кишила бы пчелой их бы там столько много не надо было а тут маловато бы было ну и вот такая манипуляция выравнивать 7 ну смотрим дальше буду показывать течение так друзья мы работаем дальше вот перестеляем вчерашние пакеты ну кто помнит я показывал вчера кто не помнит посмотрите без маточные сборные ну и вот комплектую новые уля тут производитель делает только 22 самореза закручивать но я потом еще докручу еще два чтобы чтобы надежно было так сказать закручу один другой и вопрос вчера был по поводу сетки в этих улиц ребята тут сетка постоянно открыто постоянно открыто что летом что зимой и на мой взгляд это очень хорошо потому что пчелы когда у них есть поток свежего воздуха ну такой постоянно как бы свежий кислород они лучше развиваются сейчас буду переселять просто мне звонят и сейчас отвечу и покажу одно друзья ответил на телефон звонок и выставим сразу же пакет быстренько с вами я ничего сейчас тут не смотрю так как тут нечего смотреть матки тут нету одену дэй мой дэй май одену быстренько перекладу а когда буду через пару дней ложить ватку плотную ему ну тогда я и посмотрю на маточники на маточники и посрываю их а сейчас просто перелаживаю и все как-то так ребят дам им еще сироп чека завтра после того как они нормально день один полетают уже и давным завтра сиропа на муж одну расплода много расплода много выйдет это молодая пчела летная может вернуться как бы на старую пасеку потому что она тут находится около грубо говоря полтора километра какая-то часть летной пчелы вернется молодой пчели надо питаться из-за этого данным сиропчик но вот так переселил и все смотрим дальше так друзья хотел бы еще проверить эти неплодные матки ну которые мы вместе с вами ложили тот был маточник мы его посмотрели матка вышла она тут немеченая и хотели бы посмотреть всего мы их вложили 5 числа сегодня 14 15 они по-любому уже летали и и должны были облететься они могут конечно еще не сеять но то что они летали это однозначно и надо нам проверить чтобы чтобы убедиться что ли тут порядке ну и дальше принимать решение что будем что будем делать еще вместе с вами посмотрим сейчас вместе с вами посмотрим кстати там был еще вопрос ребята спрашивали как можно расширить пасеку ну увеличить вот я так и увеличиваю сборными отводками беру семей лишние рамки забираю делаю отводки я так я так их как бы увеличиваю так увеличиваю пасеку потому что ну мне больше нравится забрать две рамочки семьи и поставить 2 ту овощины чем забрать 4 рамки из семьи и ну и чтобы было пол улья чтобы было пол улья так мне нравится больше пчелы видим тихо себя ведут спокойно но сейчас меня укусит укусила так надо это оторвать это погрызли но что-то погрызли так ну яиц где бы могли быть яйца я не наблюдаю ну и маточку конечно меч не меченой будет тяжелее найти а мы как всегда с собой маркер опять забуду и опять ее не пометим если даже и найдем тут видно что уже ячейки уже как бы почистили под засев под засев так что наверное все таки она тут будет но ее надо отыскать отыскать но и проверить не все ли у него в порядке не по лечили и а вот она ребята ходит вот 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 она да она еще маленьких размер но она уже облеченная она уже облечена ручки ножки на месте также осталось дать только только когда она начнет сеять значит ну вот так потом уже когда начнут сеять тоже покажу теперь это закрываю закрываю но и смотрю дальше другие семьи итак ребята ну залез в другую семью тут такая же точно маточка как и там но я ее пока не нашел но есть какие-то яйца уже вот на первой рамочке есть какие-то яйца там их правда мало сейчас найдем потому что сейчас все найдем и может где я и будет побольше сейчас покажу да ребята тут вот ей яйца ну короче яйца есть сейчас маточку найдем значит она должна быть что-то пустой как маточку сейчас найдем да и тут вот есть яйца вот тут это по большому что-то везде уже есть и тут есть яйца да это это облетелось благополучно но надо еще посмотреть не калека ли она стала какая-нибудь пчелы вот когда не было у них матки плодные потом когда вот начинает быть плодные они вот такие вот видите они так как не спокойно вот они так бегают и суетятся потом когда уже из яиц начать вылупляться личинки пчелы успокоятся пчелы успокоятся и будут уже но больше пределять вниманию как бы расплоду а теперь они такие знаете бегают как сами не свои не знают что делать видите какие они какие они такие неспокойные маточка не попадается это кормовая рамочка и положу крайне вот тут тоже ведь ребята погрызли пока нету матки ведь они что-то и строят и что-то и грызут что-то строит что-то грызут не всегда мне это нравится ладно машенька нажми на паузу вот ребята нашел я маточку правда там где и меньше всего искал я их искал потому что довольно долго искал вот ходит надо и будет пометить чтобы и долго не искать он начинает сеять еще не очень больших размеров но уже уже понемногу будет сеять так что закрываю этот улей пишу что тут уже плотно только надо будет посмотреть еще на качество ее ну и смотрю последнюю тоже снимать не буду ну короче маточка облетелись благополучно это получается 5 неплодней матки мы поставили сегодня 15 маточка уже ну плодная ну все смотрим дальше и так ребята дошли мы до последнего улья из шести ульев все маточки на месте она вот ходит плодная ну да уже плодная она надо было меченое то что мы уложили меченые неплодные матки смотрите из шестех уликах все на месте я очень рады конечно такому результату никто не покалечены все уже облетели все три из них уже начали сеять три еще начнут сегодня завтра сеть так что такому такому результаты я очень рады потому что он не всегда так честно скажу если так это очень хорошо ващину погрызли местами но не смертельно ну например вот видите тут что-то погрызли вот тут немного погрызли но не смертельно но она мне честно скажу не нравится когда они так грызут но бывает хуже тоже бывает хуже потому что могла могли маточку не принять могли хуже погрызть потом так даже иногда приходится приходишь а настолько ее как-то так по урод стой ващины что я ее просто ну стряхиваю забираю на перетопку ну потому что хотелось бы чтобы рамочка была больше меньше такая красивая вот видите вот такие потом надутые вот такого надутого да тоже мне это не нравится скажу честно потом беру вот так и так выдавляю иногда приходится малый пчелок подавить вот так вдавил потому что ну и это на мой взгляд не должно так быть потому что она с каждым разом только будет надуваться надуваться и улочка с каждым разом все будет больше 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 а я вам ребята говорил в прошлых роликах что на мой взгляд чем меньше улочка тем пчелы более спокойные если улочка будет 10 9 миллиметров пчелы будут более спокойные чем при 12 и 14 так что если у кого-то пчелы но более такие агрессивные пускай обратит на это внимание потому что это это уже проверено это не мои фантазии это проверено потому что когда я первый год пчел завел пчелы были намного злее и я так себе позволял работать как позволяющий а и вот потом я начал так экспериментировать и это оказалось правдой пчелы после этого стали намного спокойнее ну ладно друзья результатом очень доволен скажу честно сейчас еще дома буду смотреть там тоже три маточки должны были облететься но они еще не должны сеять должны были вернуться с облета надо мне посмотреть вернулись ли они ну и все смотрим дальше итак друзья у нас начал падать дождь хотел еще конечно вам чего-нибудь сегодня снимать как буду работать но не получится потому что дождь падает но хотел бы закончить ролик и как раз вот мне я заказал такую ладычку и как это сказать уже у меня тут стоял такая маленькая но меньше и у и уже и но и немного меньше заказал чуть больше потому что иногда перетекает воскотопки сейчас попробуем вместе с вами как вот видите как она хорошо ну вот такая такая красота ладно друзья буду заканчивать потому что и 100 перетекала иногда и просто надо было скоблить а это чуть побольше и чтобы было лучше ладно подписываемся на наш канал кому нравится лайки кому нравится дизлайки все всем пока пока